здравствуйте вы на канале это он тв это программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник украинский политолог вадим карасёв вадим приветствую вас здравствуйте михаил приветствую всех кто нас смотрит в израиле и во всем мире украине конечно же да начнем с последних событий второй день лет начиная с 17 октября киев другие города украины опять подвергаются достаточно жесткому ракетному обстрелу дронами и другими ракетами и ситуация насколько я понимаю там совсем непростая скажите пожалуйста что происходит происходит ну мы видим наблюдаем так инфраструктурную войну называют это инфраструктурной войной ракетно-дроновые удары я бы назвал это еще авиационно гражданской войной в том смысле что эти авиа удары беспилотные дроновые ракетные кинжал так с разных мест как говорится так из ростовской области и морского базирования черного моря вот появились данные что установки с ракетами кинжал обнаружены в беларуси так что и севера могут ударить по украине все это направлено во-первых гражданскую подрыв гражданской инфраструктуры на разрушение гражданской инфраструктуры поэтому я и называю это авиа гражданской войной ну а во вторых это продемонстрировать украине и украинцам и власти а главное и украинскому обществу какой может быть военная зима в украине так пока в украине погода хорошая сегодня в киеве например 20 градусов тепла так хотя отопительный сезон всегда начинался в украине 15 октября но вот в киеве он не начался наверное и не начнется ближайшие дни но вот такие массированные удары по скажем таки таргетированные так по теплоэлектроцентралям теплоэлектростанциям по электрическим сетям пока я бы не сказал что это вот на эти тотальные но они достаточно жестокие жесткие разрушительные и и я настаиваю я говорил это прошлый вторник в нашем на при нашей встрече так включение моем пока не все-таки носят и таскан так не только разрушительные даже не столько разрушительный сколько демонстрационный характер сломать волю общества для того чтобы мы сейчас вернемся к этой теме по ситуации сообщается что в киеве есть перебои со светом с питьевой водой что люди преимущественно проводят время в метро которое временно там остановили движение превратили бомбо убежище это действительно все так и работает ли другая вся как бы жизнеобеспечивающая инфраструктура магазины продукции ну вот людям надо покупать элементарные вещи это все работает работает ну возможно не все работает но вот я был в районе 14 00 так правда правый берег сегодня пострадал меньше чем левый берег он вчера больше пострадал но перебор со светом и водой не было другое дело что на левом берегу так вот сегодня был удар по 6 если я не ошибаюсь это деснянский район это спальный район троевщина так в основном вот там действительно были перебои со светом были перебои с давлением воды в сетях так но вроде бы сейчас восстановлена что касается метро до утром когда а сегодня тревога воздушная была в 6 часов 25 минут и по моему была отменена где-то в районе десяти пол одиннадцатого утра так вот во время воздушных тревог метро останавливают и не выпускают и действительно люди не могли добраться на работу во время то кто работает так особенно в сфере обслуживания и они вынуждены были это время вот находиться метро да понятно но сейчас все равно все работает сейчас вернусь к тому о чем вы говорили еще раз прошу прощения что перебил но просто хотел получить вот как люди живут в этой ситуации сложно сложно но сложно но пока терпимо до возвращаясь к упомянутому вами нашему прошлому разговору который кстати вызвал судя по всему достаточно широкий резонанс его посмотрела уже больше двухсот тысяч человек и свыше тысяч человек оставили свои комментарии живо обсуждают вы говорили так что тема спасибо вам спасибо вам спасибо что и вам конечно я хочу просто напомнить тем что в прошлый раз мы тоже говорили как раз на следующий день после подобных жестоких обстрелов которые как многие говорили были ответом на диверсию на крымском мосту а сейчас вот говорит все считают многие не все естественно считают что это ответ на подрывы энергосистемы в белгороде в российской в россии который как считается сделала украина хотя украина не подтверждает впрочем и не опровергает эти данные вы тогда сказали что это все не ответы это все планируемая жестокая акция которая должна принудить даже не столько украину сколько запад пойти на переговоры в связи с этим у меня два вопроса собственно говоря два в одном вы по-прежнему так считаете и тогда получается что тот обстрел к чему не привел и может прийти тогда этот обстрел ваша точка зрения меняется в ситуации или нет ну я могу сказать о легкой мягкой коррекции но несущественных изменениях так и это не скажем вот какая-то ну не гибкость позиция это просто мое видение и констатация очевидных вещей с моей точки зрения ну давайте по порядку первое пока ни к чему не приведет вот даже сегодня так президент зеленский заявил о том что вот из силу вот этих новых обстрелов так ракетно-дроновых вот понедельник и вторник вчера особенно скажем таких опасных и разрушительных уже не били больше скажем так по центру и одно один дрон иранский упал на жилой дом и по первым скажем так и итогом разбито было погибло 16 человек в этом доме я этот дом знаю там мой товарищ проживал его правда не было так находился во львове но тем не менее вот такая история так поэтому я как бы и вовлечен немножко лично тем более жилянская тут недалеко улица жилянская недалеко от меня так и это все слышно это все видно все на глазах происходит так вот зеленский сказал что это наоборот не расширяет пространство для переговоров осужает и кстати говоря вот только что верховная рада украины приняла решение резолюцию о признании ичкерии оккупир временно оккупированной территории российской федерации что тоже конечно же не расширяет окно возможности для переговоров а скорее скорее а точно делает это все противоположном направлении так что пока это ни к чему не приводит но я еще раз говорил что пока это тоже демонстрационные идут хотя и разрушительные действия со стороны россии теперь да они плановые они были плановые это новый этап войны связаны из мобилизации и с тем что война переносится больше с наземных форм на воздушные авиационные формы это связано с новым командующим специальной военной операции так так называемый генералом армии суровикиным который по образованию общевойсковик мотострелок но давно уже вот еще сирийской компании 15 16 года является командующей военно-космических сил россии это сирийский сценарий какой-то степени я бы не сказал что он вот такой буквально так такая модус в модусе сирийской компании но такая модельность определенная есть чем заключалась вот сирийская компания что наземные операции российская армия почти не проводила там проводили иранские наемники либо ксир корпус сража исламской революции либо какие-то регулярные части или группы иранской армии плюс там сирийская армия плюс еще там чувака вагнеровцы были но российские вооруженные силы в это в основном авиа удары так в том числе и по алеппо вот мы это все хорошо историю знаю даже вот я не исключаю то что вот были сообщения что рекомендовано покинуть херсон и прилегающую территорию к херсону в херсонской области гражданскому населению я знаю для чего это ну точнее не точно знаю но догадываюсь или могу сделать определенный вывод для того чтобы в случае успешного прорыва украинских вооруженных групп так украинских вооруженных сил к херсону просто заниматься авиабомбежками как было например в сирии потому что понятно россия будет делать все чтобы херсон не оставить потому что херсон это крым а крым это черное море ну и так далее так далее мы с вами уже об этом говорили неоднократно поэтому это новый план такой так во первых плюс главное сегодня продемонстрировать украине напугать украину вот угрозой военной земли какой будет военная зима насколько я знаю наше руководство все-таки считают что пока на уступки идти не нужно и не собирается даже так все-таки расчет на то чтобы эту зиму пережить именно вот в такой вяло текущей военной кампании а вот уже после того как пройдет зима с какими результатами на не скажем подходя к годовщине так начала вторжения в украину российской федерации феврале дальше уже но определяться как дальше какой должна быть кампания весны и лета 23 года вот россия сейчас что надо надо во первых показать какой будет военная зима напугать даже не власть скорее всего это общество психологически его сломать учитывая то что украинское общество мы тоже говорили с вами прошлый раз как раз как бы требует от власти бескомпромиссности и идти до полной победы по крайней мере такое так большинство считает и большинство считает что украины сегодня нет оснований для того чтобы соглашаться на перемирие и на предварительные какие-то переговоры с российской федерацией возможно вот эта инфраструктурная война когда удары основные приходится не только даже не столько по военной инфраструктуре хотя сегодня насколько я вот видел информацию были удары по военной логистике так военной связи по правительственной станции правительственной связи там в районе где-то одесской области так в одесской области но главное это удар по общественной гражданской инфраструктуре когда общество страдает задача первое показать напугать какой будет вои может быть военная зима в украине а пока даже вот тепло а тем не менее уже есть какие-то неудобства хотя как я уже сказал пока ничего страшного нет и надеюсь что мы как-то переживем это все так но напугать вот такой военной зимой вынудить общество психологически сломаться ну и скажем так переориентировать общественное мнение из бескомпромиссного на более покорное которое начнет от властей требовать того или иного то и того или иного тех или иных переговоров в один не дай бог конечно чтобы это было но тем не менее сегодня на украинских сайтах я видел сообщение что по итогам вот последних двух дней обстрелов включая прошлую неделю разрушена свыше 30 процентов энергоинфраструктуры украины в целом то есть ситуация приближается критическая если она дойдет допустим до пятидесяти процентов то понятно что ситуация станет конкретно критической но во первых этой ситуации да это об этом сказал президент зеленский вот тоже с таким скажем с такой оценкой почти выступил и ответственный за регионы в офисе президента из инфраструктуры кирилл тимошенко но я бы ну конечно опасность если такие угрозы если ее их не надо недооценивать но я бы тут все-таки и обратил внимание на то что иногда наша власть так наши власти преувеличивают те или иные угрозы и потери помните летом когда говорили о том то каждый день украина теряет 200 человек убитыми кто-то говорил больше кто-то меньше для того чтобы вызвать ну скажем так большую военную помощь со стороны запада не исключаю что вот эти заявления помимо скажем реалистичности оценок и помимо предупредительных таких месседжей со стороны власти по адресу общ по адресу населения по жителей городов общества преследую еще одну цель для того чтобы запад поторопился с предоставлением военной помощи именно в плане противовоздушной обороны именно антидроновой обороны так и в этом отношении я вижу что запад соединенные штаты америки вот заявление анна лены бербук министра иностранных дел фрг том что надо больше украине предоставить систем пво новейших вот оно как бы начинает работать так что сейчас до зимы до начала настоящей и календарной и настоящей зимы очевидно главная задача это все-таки создать более менее хотя конечно ну сроки очень короткие за такие сроки не создашь полностью даже эффективную противовоздушную оборону но тем не менее вот используя вот этот небольшой календарный период сделать все чтобы украина получила новые системы противовоздушной обороны смогла эффективно противодействовать вот этой войне дронов или авиагражданской войны или то что основной этап вот наверное сейчас переносится на воздушную войну воздушные операции военно-воздушные операции на наземные там на фронтах скажем так сейчас линия фронта по крайней мере так стабилизируется так есть отдельные успехи на нашу на нашей стороне на отдельных участках там на 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 бахмутском направлении чуть продвинулись вагнеровцы и кадыровцы части российских военной группировки но тем не менее вижу как все таки акценты в этой войне но они смещаются вот на воздушную составляющую одноземные и воздушные это кстати тоже логично потому что чем дальше будет осень распутится холод и так далее отсутствие зеленки зеленых растений где можно спрятаться и там перепереждать конечно же будет наземные операции они будут все таки более медленными и менее регулярные а вот воздушные пока наверное будут но неудивительно сурой у соровики на тут есть опыт сирийской компании вообще как ну чем не вам говорить вы прекрасно без меня знаете вот на ближнем востоке вот араб с палестинской израильский конфликт и так далее так далее в основном же это все таки вот такие а дроновые антидроновые ракетные противовоздушные вы знаете что такое и не случайно вот только что я видел сообщение что выступил кулеба министр иностранных дел заявлением в том числе и в адрес израиля о том чтобы вот использовать опыт израиля в создании противовоздушной обороны вот этого купола и соответствующей просьбой помочь украине скажите пожалуйста мы частично затронули эти темы еще на прошлой неделе но с тех пор как бы ситуация ухудшилась в этом отношении я имею ввиду обстрелы на ваш взгляд позиция запада в этом отношении с одной стороны либо усиливать помощь украине и наращивать этот конфликт продолжать его усиливать либо наоборот идти по пути умиротворения потому что от него уже все устали а европа сама находится в достаточно сложной ситуации тоже перед этой зимой а украина критически зависит от от спонсоров поставок вооружений как на ваш взгляд будут развиваться здесь события ну честно говоря трудно сказать так потому что вижу сейчас вот некая неустойчивость позиции запада или ну наличие преддверия развилки так почему потому что вы абсолютно правы что война может вот инфраструктурная война это часть войны на измор на истощение причем не только украина и запад учитывая энергетический голод европе так учитывая то что но и в соединенных штатах америки тоже много сейчас скажем альтернативных точек зрения и накануне выборов о том что 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 важнее какой важнее конфликт для американцев жизненно важный который затрагивает жизневажный жизненно важные интересы сша конфликт с возможным ядерным исходом и армагеддоном с россией нежели конфликт россии и украины или война россии против украины ну так примерно же если по сути посмотреть ставил вопрос трамп и трамписты илон маск ставит так вопрос потому что когда речь идет о жизненно важных интересах сша так ставится вопрос то тогда то жизненно важные интересы сша они могут пострадать именно возможности третьей мировой войны с россией они войне россии украины так что идет сейчас вязкая такая скажем и идеологическая информационная борьба с тех же соединенных штатах америки по этому поводу америка сегодня так дано ну скажем так поставляет по моему и новые ракеты противовоздушные но пока их мало вот допустим германия предоставила украине вот эту противовоздушную систему айристи она же одна одна же одна а для для того чтобы действительно закрытие со стороны пиво небо для украины то требуется таких но как минимум это в сотни должны измеряться учитывая то что в советское время украину прикрывала целая я не помню 58 армия пиво армия целая пиво а это же ну армия они просто какая-то бригада не говоря уже дивизионе поэтому конечно же этого мало но и вот последнее вот сегодня я видел сообщение выступил обама так который ну как то сказал что пусть украина сама определяет что такое победа когда вести переговоры но мы тоже должны в какой-то степени ну и трезво посмотреть на ситуацию реалистично и оценить ни в коем случае не продавливать украину но тем не менее тоже видеть и свой тут скажем так американский интерес так что если уже обама обама популярен в демократической партии сша начиная вот как-то так знаете не совсем четко и жестко как-то по голубиному извините за такое выражение вот разложить на эту тему это тоже о чем-то говорить но мне кажется главное будет уже известно после в начале ноября после промежуточных выборов когда будет выбор и даже если там разгрома большого демократов не будет и большой победы республиканцев все равно уже как-то наступает наступать новый период политический в сниженных штатах америки я не привели чего конечно же это скажем так выборы потому что это новый конгресс он начнет работать только в январе но вот какая-то я бы не стал эпоха но какая-то атмосфера может измениться в ту сторону что наверное нужно вот эту войну измором особенно по отношению европы как-то притушить россия то понятие она привыкла к такой войне на истощение так и он народ него население а вот европейцы они привыкли зоне комфорта выходить из зоны комфорта никто не хочет тем более мы видим и забастовочные движения и демонстрации германии во франции вот идут три дня и достаточно массовые так если уже министр экономики франции не помню фамилии по-моему не лмр так скорее всего такая фамилия так говорит о том что высокая цена которого европа платит зажиженный газ с не унышатом америки это как-то ну не по союзнически значит уже не только такой глухой ропот но и голоса хотя и робки со стороны европейских политиков ключевых начинают звучать и это тоже должна ну и наверное будут учитывать будут учитывать соединенные штаты америки в общем итог вот расчет путина на войну измором и по отношению к украине по отношению к европе дрогнет ли европа не знаю потому что первый заход был с ядерной войной кстати говоря не исключаю что она еще может быть как раз 27 октября это как раз годов 60 лет ровно 60 лет когда был решен карибский кризис когда было принято решение хрущевым и кеннеди отвезти ракеты забрать ракеты с кубы советские ну и отвезти из турции американские ядерные ракеты с ядерными боеголовками возможно что-то и под эту дату еще придумают так так что я не исключаю что еще ядерный аргумент или там ядерный шантаж или еще как это можно называть это уже дело вкуса будет использоваться для того чтобы риски третьей мировой войны использовались для начала деэскалации так вообще конфликта по линии запад россия и войны россии против украины или российско-украинского конфликта как говорят на западе а затем конечно же будет использоваться вот этот инфраструктурный аргумент или аргумент холодной и голодной зимы или аргумент военной зимы какой какая может угрожать украине понятно же первую очередь но и европе тоже учитывая энергетический голод и экономические проблемы вадим спасибо за ваши комментарии на этом все напомню что моим собеседником сегодня был украинский политолог вадим карасев всем до свидания спасибо михаил